Инновации финансовой сферы наконец-то будут внедряться практически, почему мы ее назвали именно научно-практической конференцией. Сегодня будут доклады по технологическим внедрениям, мы покажем, что мы уже готовы к тому, чтобы все самые современные технологии мы применили именно в Ступино уже сейчас. Сначала я бы хотел представить наших гостей, наших экспертов, которые будут выступать. Это Владимир Иванович Ахмашев, доктор института социологических наук, института менеджмента экономики и инноваций. Андрей Евгеньевич Кузнецов, который сейчас развернет камеру и сам себя тоже, наверное, снимет. Кандидат экономических наук, руководитель лаборатории изучения интеллекта человека, прибыватель МГУ имени Бауман. Также у нас Сергей Владимирович Кибайников, доктор технических наук, прямо сейчас за дверью дает интервью и сейчас к вам зайдет. МГУ Баумана, Мерсида Ломоносова. МГУ, а, да, все правильно. Ломоносова и Ломоносова. Ломоносова и Ломоносова. 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 Ломоносова, конечно, круче, чем Бауман. Да, не обижайся. Не будем, какой обижайся. Ломоносов, лаженый Бауман. А не ломоны хороши. Ломоны хороши. Так что это все лазут, друзья. Также у нас сегодня самые крутые эксперты в области блокчейна и финансовых технологий. Это Ярослав Логинов. Прошу любить и жаловать. Который нам расскажет, что это за чудо такое блокчейн. И исполнительный директор краудинвестинга платформы, скромно спят общейся за трибуной, Денис Курильчик, который покажет, как блокчейн будет внедрён уже в платформы. Друзья, ну и, конечно же, наша любимая администрация, которая всегда гостеприимно нас встречает в Ступинах. Которая действительно относится к всем инновациям открыто, абсолютно лояльно, абсолютно адекватно. Я даже как-то писал статью, говорил, что в Ступинах есть особая клиническая зона и особо адекватная администрация. Поэтому я хотел представить заместителя главы по экономике Иван Иванович Павлович. Ну и, конечно же, у нас есть ещё много наших друзей-экспертов, которые, я думаю, как раз когда будут вставать, задавать вопросы или высказывать свои предложения в ходе круглого стола, будут сами, конечно же, уже представляться. Ну и, конечно же, все наши друзья из наших институтов местных, которых я, конечно же, тоже хотел представить. Светлана Беловова и Анна Владимировна из нашего МАИИ, института Ступинского филиала. Также у нас Рословова представляет Юлия, хотел сказать, Ивашенко, но уже Пинерова. Вот. Я сделаю маленькое такое выступление краткое и потом уже буду передавать для докладов нашим экспертным словам. Друзья, я бы хотел вступление сделать вот с такой темой. Тема. Дело в том, что почти 20 лет назад, это был 97-98 год, когда я ещё сам был студентом, заканчивал институт, сейчас он уже университет инженерно-педагогический в Екатеринбурге. Я 20 лет назад, будучи программистом, тогда написал программу, компьютерную программу, которая, вот это было время, знаете, это было сложное время, было время взаимозачёта, денег очень мало, было мало в экономике, предприятиям промышленным не хватало это всё, но работы нужно было делать. И мы, как программисты, написали программу, которая позволяла учитывать стоимость производимого шифера, например. Шифер можно было менять на сахар, сахар можно было менять на бензин, бензин нужно было зачесть в бюджет. И предприятия работали. То есть всё это, всё необходимое они получали. И наша программа, она позволяла распечатать специальные акты взаимозачёта, как называемые тогда были. Они подписывали все акты, соответственно, те услуги, которые делают друг другу, и они не нуждались в них. То есть, ну, пока, конечно, нуждались, чтобы выплатить зарплату, да, но, по крайней мере, те услуги, которые делают предприятия друг другу, они, соответственно, могли вот так вот с помощью таких вот бумаг. Тогда, конечно, всё это было в бумажном виде, приходилось это всё распечатывать. Ну, сами понимаете, 1997-1998 год, только-только интернет начинался. Но, тем не менее, вот сейчас, скажем так, два лет спустя, как в том романе, мы уже выходим на новый технологический виток в этих технологиях, когда это уже можно применять не просто на уровне предприятий. Сейчас блокчейн позволяет это сделать уже на уровне практически людей, задействованных в тех или иных экономических процессах. Для этого у нас здесь Ступино создано потребительское общество Ступино, инновационное Ступино, которое как раз было создано при поддержке администрации с этой целью, для того, чтобы все инновации, все возможности, которые сейчас появляются в экономическом плане, они были применены здесь у нас в Ступино. И вот сегодня мы будем говорить о тех возможностях, которые у нас появились, о тех технологических возможностях, которые у нас появились сегодня. И я, наверное, предложу для начала двум экспертам, это Андрею Евгеньевичу Кузнецову и Ярославу Логинову, рассказать о том, на каком технологическом уровне находятся сейчас те финансовые, немонетарные инструменты для клиринга, для таких вот операций между гражданами, между предприятиями. Что действительно ли это сейчас удобнее, быстрее, применимо ли это уже прямо, как говорится, на нашей платформе. Вот такие краткие вводные, пожалуйста, расскажите нам об этом. Андрей Евгеньевич, я, наверное, попрошу вас первого, а потом я расскажу. И потом мы к докладам перейдем.